Ежедневно по дорогам Чебоксар проезжает в среднем 180 тысяч автомобилей. Столичные дороги не были рассчитаны на такую нагрузку. Чтобы освободить особо оживленные участки улиц, власти города предпринимают необходимые меры. Внедряют новые технологии или следуют классическим. Убирают пешеходные переходы, запрещают повороты. Но водители не всегда замечают эти изменения. Поворот с улицы Композиторов Воробьевых на Карла Маркса запрещен почти неделю. Но водители по привычке продолжают поворачивать налево, невзирая на новый знак. Такая невнимательность приводит к созданию аварийной обстановки на дороге и штрафам. За считанные дни камеры зафиксировали десятки, а то и сотни нарушений. Но у таких изменений есть серьезные аргументы. После того, как мы ввели эту стрелку, там тоже требуется время. Значит, первые два дня фиксации не было. Но сейчас уже, по-моему, все настроено, и эти нарушители будут наказаны. У нас будет уже там четыре полосы движения в сторону Московского проспекта. Одна полоса будет для поворота налево, две полосы в прямом направлении и выделена полоса для общественного транспорта. Также планируем переразметить и выделить дополнительную полосу на съезде с Калининского моста. То есть для поворота налево на улицу Ярославскую будет одна полоса, две полосы в прямом направлении и одна полоса для поворота направо. То есть эти все мероприятия позволят увеличить еще пропускную способность данного узла. По мне так лучше, мне удобнее, если честно. Месяц назад на кольце Роща было организовано турбокольцевое пересечение. Оно отличается от обычного кругового движения несколькими полосами, размеченными по спирали. Потоки транспорта проходят сортировку еще до въезда на кольцо. Но введение призвано уменьшить число ДТП и увеличить пропускную способность. Это первый опыт в России, и его уже можно назвать положительным. Татьяна Филатова, Игорь Зверев, Республика.